идет это минус одно очко разговоры просто разговор на ковре комментарии какие-то легкие кинго возмущение ругательство камджон если это возмущение и ругательство в адрес судей из квалификации вам нельзя ругаться а что там не поставила там все сразу домой вам тренер должен объяснить этикет поведение вы его должны соблюдать как в зале так и на соревнованиях ни в коем случае а то бывает там идет бой что убегает всю рим говорит спортсмен это часто так остановили там идет чон кинго сразу дали что-то сказал бранное слово чон камджон сразу это все пресекается тренер секундан сидит на своем месте вставать может только подавая протест тренер что-то выкрикивает тоже получает пинго естественно получает пинго спортсмен после этого после микрофона три раза объявили спортсмен если один спортсмен стоит у него щит уже жилет одет перчатки носочки все шлем у него с собой перед боем шлем не одевается он одевается только после поклона чередки шлем с собой 2 оппонента нет если он не готов на момент кончен когда вызывают то сразу получают пинго когда приходит если он за минуту не успевает он дисквалифицируется опоздали сразу получаете пинго одну восьмую вы уже потеряли это плохо поэтому нужно готовить заранее кардинально отличаются правила по границе по линии поведения на ковре еще вопрос есть вот значит они вышли со шлемом сделали поклон со шлемом в руках или как это происходит да то есть они со шлемом у них поклон вместе они шлем в руке держат так они подошли тоже судьям чередкина друг другу чередкина ага и дальше а им подвязать ну сделать этот липучку обычно они на липучках легко делаются а руки то свободно да согласен ну а эти перчатки да там одно название без перчаток нельзя выступать без защиты на предплечье выступать нельзя без защиты на голени бандажа бандажа капы шлема вступать нельзя дети до 11 лет и 11 лет включительно ногами в голову не бьют ну как руками тоже надо быть внимательны если выступает возрасте до 11 лет выходит на ковер бьет в голову перечаги это камджон второй раз бьет все до свидания дисквалификации будьте аккуратны начисление очков перепрыгнем идет удар рукой в корпус может быть подряд не больше двух ударов это закон это правило можно сделать 1 2 учитывается только прямые удары с фиксацией дойдет раз сдержали раз задержали могут дать очков могут не дать очку как судья оценит после этого вы не можете барабанить вот так подряд давить нельзя бить сбоку нельзя вот по корпусу такие хотя хочется по печени пробить должен быть 1 2 прямой удар хотя у нас убедить сварваль даже боксерских перчатках спортсменов сажал ну вот он спарринговался в перчатке бах все можно пробить солнечное сплетение это будет нагнал все хорошо одно очко получаем за удар рукой удар ногой идет любой прямой удар ногой без разворота корпуса одно очко если делаем твит тора с разворота любой удар до доля пошло плюс одно очко на другую разворот через спину плюс одно очко удары в голову также идет любой удар отсюда анчаги 3 очка дает любое касание разворот через спину дает одно дополнительное очко максимум 4 очка можно заработать сейчас у нас на соревнованиях будет система не флажков у рефери а будут они с джойстиками сидеть и время во время поединка не останавливается то есть она наоборот раньше соревнованиях по vtf если попадали в голову была команда колёк рефери остановил поединок и говорил там кон 3 очка за удар в голову сейчас этой остановки нету но у себя джойстиками и можно сделать там доля короб 3 очка 3 очка вам ставят 3 очка 3 очка можно работать серии с поднятой ноги в голову не обязательно с поднятой бой не останавливается вы спокойно набираете очки потому что бывает доля с передней кинули противник замешался и тут бой остановили а вы могли бы набрать больше очков а тут доля попали добавили раз два три обработали все очки ваши на команду алёк до закончили разойтись секундный метрест обязан восстанавливать время пока он раздает вам нарушение время поединка не идет тренер если видит что времени остановили может поднимать папочку протест его должны удовлетворить время должно останавливаться когда спорные особенно последние секунды матчей все на нервах предупреждение очки идут рядом и просто не успевают установить таймер должны останавливать тренер может поднять карточку видео просмотра они не дали чем как через пять секунд пять секунд проходит после нарушения уже поднимать нельзя вели нарушения подняли на если увидели нарушение был удар в голову был 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 да все уже не принимают долго прошло уже это время если вы там начинаете спрашивать у кого-то вы должны быть сами уверены ни у кого не спрашивайте был удар там либо было нарушение следите за боем тренер старший ученик раз поднял так вернемся я вам на границе еще допустим вот у нас линия это границы ковра ковры 8 на 8 метров маленькие достаточно они имеют красные окантовки они все одноцветные выход на пол считается одной ногой или двумя выход одной ногой считается в том случае если нога вторая находится позже за ковром если у вас здесь ковер мы подняли ногу на юбчаге вам кинго не дается вы считаете что эта нога находится за ковром вы этой ногой можете нарабатывать очки то есть одна нога над ковром в любом случае не замечание не было не получится за ковром нужно вообще следить очень часто и на протест подавать потому что рефери очень часто просто не успевают заметить какое движение вон там максим опять же ученик дерется до линии метр движение раз останавливать выход за поле как выход за поле хорошо разъяснили посмотрели выхода не было но рефери почему-то счел что был выход за здесь можно пресекать и любой спортсмен должен конечно знать свои права и тренера должны вступать учеников сейчас секундант и тренер делает 70 процентов поединка он может настолько много регулировать что от него очень много зависит удар ногой если что запрещены протесты как не удовлетворяются на одно и то же это вот для тренеров что если один спортсмен бьет в голову вроде бы не было ударом синий поднимает был удар утверждают да был удар увидели второй тренер не может поднять карточку и сказать нет там все не было ударов пересмотрите это потеря карточки можно сделать так что если было какое-то нарушение до этого сослаться что до этого было нарушение сначала был там удар ниже пояса потом удар в голову тогда да и мы должны поставить пинг-по следующий удар не считается система учета штрафных очков вообще поставлена так смотрится когда было нарушение когда результативный удар если тэквондо найти у нас спортсмен который выпрыгнул семью панде попал в голову и потом упал потерял равновесие упал за линию очков не получая и за падение получаете предупреждение что было раньше случае если вы сначала схватили за жилет